14 апреля в этом году было не только страстной пятницей. Оказывается, это еще и международный день обучения на улице, на свежем воздухе, иными словами. А значит, сам Бог велел в этом нелегком деле объединиться Ярвайской русской гимназии и департаменту окружающей среды для проведения очень интересного и нетривиального мероприятия под названием «Тропа открытий». Все, что для этого было необходимо, как ни странно, всегда под рукой. Городской парк и смартфон, который есть у каждого современного школьника. Но если все это дело грамотно совместить, то получится не просто увлекательная игра вопроса и ответа на местности, но и учебный процесс по теме экологии региона. Цель данного мероприятия не проверить знания учащихся в конкретных темах, а именно обогатить их знания, то есть расширить. Это самая важная наша цель. У нас не будет выигравших или проигравших. У нас будут только участвующие те, которые получат что-то новое в рамках сегодняшнего учебного дня в виде обучения на улице. Потому что, во-первых, это позволяет учащимся школам как-то видоизменить свою деятельность ежедневную в плане обучения. Плюс ко всему, это позволяет им использовать мобильное устройство по прямому его назначению, что очень важно, что развивает их дигитальные навыки использования техники. Ну и, в общем-то, я думаю, будет интересно. Для участия в этом дне были приглашены учащиеся школ города. В организации мероприятия посильный вклад внесло городское управление Кохла Ярве и городская секция преподавателей естественных наук. Вполне же естественно и место проведения Ярвевская русская гимназия. Так как за основу этих мероприятий взят наш городской парк, Ярвевская русская гимназия находится ближе всего к парку. Это, во-первых. Во-вторых, мы всегда открыты для всех мероприятий. Мы готовы принять всех и предоставить возможность всем. И, конечно же, с удовольствием поддерживаем возможность всех школ участвовать в этом. Продолжение следует...